Если при словах «доклад», «выступление», «исследование» вы начинаете зевать, то посмотрите следующий сюжет. Сегодня наша съемочная группа побывала на молодежной конференции. Юность Большой Волги убедилась – наука эта совсем не скучна. Интересные молодые люди, красивые, модно одетые девушки. На ботаников в общепринятом понятии этого слова они совсем не похожи. Тем не менее, это как раз те представители студенчества, кто усердно грызет гранит науки даже сверх университетской программы. Конференция учащейся молодежи «Юность Большой Волги» в Чебоксарах проходит уже в 16-й раз. Сегодня тоже многие решения мы принимаем для того, чтобы, вкладывая инвестиции молодого человека, выявляя их, вовлекая их, зажигая их, они могли самореализовать себя в 21 веке. У нас на территории Республики, в целом Российской Федерации или во всех странах мира. 19 секций, 53 подсекции от инженерного дела, математических и естественных наук до культуры и искусства. Глава Республики отправился послушать доклады будущих журналистов. Впрочем, будущим их, пожалуй, называть нельзя. Многие студенты работают и проходят практику с первых курсов, в том числе и в национальной телерадиокомпании. Свою профпригодность собравшиеся показали сразу. Михаил Гнатьев вышел с приветственным словом, а ему устроили настоящую пресс-конференцию. К примеру, речь зашла о подготовке чувашскоязычных специалистов. Я, когда поступал в 2009 году, было 20 бюджетных мест, как я помню, да, и я поступил на бюджет. Но на сегодняшний день на факультете, ну, на отделении журналистики, то есть, по-моему, нет бюджетных мест. Вот в связи с этим, как будет ситуация? Средства будут выделять, здесь переживать не надо, хотя определенные вопросы есть, мы их ставим. Поинтересовались наши будущие и нынешние коллеги тем, как будут развивать туризм в Чебоксарах, почему на полках магазинов иногда не найти продуктов местного производства, как глава республики относится к блогерам и даже что бы он поменял, если бы было возможно прожить жизнь заново. Михаил Гнатьев отметил, что-либо переделывать он не хочет, а вот вернуться в молодые годы он бы не отказался. Когда на все вопросы юных умов были получены ответы, началась сама интеллектуальная битва. Первый докладчик проследил эволюцию молодежных радиопрограмм «Чувашия». В качестве примера он рассмотрел и передачи наших коллег с национального радио. На смену студенческой компании пришла новая развлекательная и познавательная радиопрограмма «Перекресток». Выходит она и по сей день, один раз в две недели. Это авторский проект Марина Арсентьева, Татьяны Чугуновой и Андрея Антонова. Они стремятся популяризовать в молодежной среде здоровый во всех отношениях образ жизни. Сейчас эти студенты анализируют чье-то творчество, но вполне вероятно, что скоро в качестве примера будут рассматривать уже их работу. А площадкой для деятельности станет не учебный класс, а региональные и федеральные телеканалы, радиостанции, ведущие информагентства и издания. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика.